всем привет с вами снова андрей и сегодня у нас на обзоре будет два ножа от санкрафт санкрафт black series и санкрафт twisted octagon series со один один нож у нас сашими слайзер и шеф и так с чего мы начнем ну давайте наверно сашими хотелось бы сразу же сказать что блогер я начинающий прошу строго не судить буду стараться делать все возможное чтобы вам понравилось это нож санкрафт twisted octagon вот так вот выглядит коробка здесь у нас нож как всегда имеется инструкция инструкция по заточке и базовая информация производстве санкрафт что находится в японии и так далее так давайте перейдем к самому ножу нож имеет длину 21 сантиметр вот такой красавчик у нас руках сделан он из дамасской стали и виджей 10 виджей 10 сталь была разработана специально для изготовления ножей считается как премиум класс сталь довольно популярная используется на данный момент практически везде имеет хорошие характеристики довольно хорошо и долго держит заточку и неприхотлива в заточке то есть довольно крутая сталь опять же сделан очень интересная дома в обкладке из дамаска не знаю может быть вам немножко отсвечивает дамаска рисунок конечно же всегда уникальный он никогда не выходит одинаковый то есть на каждом ноже будет рисунок абсолютно разные что делает эти ножи особенными уникальными так нож имеет бюстер что закрывает полностью никакая еда сюда остатки пищи ничего не попадет абсолютно также имеет красное кольцо которое довольно заметно на светло белой ручки ну и сам козырь этой ручки то что ручка она повернута как вы видите она сделана как твисты по английски называется то есть развернутая делает эту ручку также очень уникальный она очень хорошо сидит в руке за счет того что они завернули скажем так она довольно плотно и хорошо сидит в руке даже несмотря на то если у вас будут мокрые руки она все равно будет очень хорошо и плотно держаться ваших руках также сделано в овальной форме да ручка правда очень удобно имеет хороший приятный цвет очень хорошо подойдет к светлым кухням у меня например столешница темная ног светлым подойдет очень хорошо так нашими длину 21 сантиметр предназначен в основном для нарезки тонкими ломтиками кусочками рыба мясо также овощей авокадо огурцов и так далее используется очень часто на кухнях где готовят суши японские кухни в основном для суши поваров довольно ходовой нож для суши поваров скажем так что еще добавить заточку у этого ножа симметричная подождите до симметричная у этого ножа за . симметричная то есть двух сторон с двух сторон одинаково уголов у купола наверное 17 раз хотя вы знаете наверное ошибаюсь все таки здесь односторонняя заточка как и должно быть на и нагибе да здесь все таки односторонняя за . я ошибся то есть по английски называется single edge идет только с одной стороны то есть с этой стороны то бишь этот нож правосторонний для людей то правша для людей кто левша будет немножко неудобно с ним работать вот что сам по себе нож конечно очень крутой сделан из из премиум класса продуктов материалов ручка сделаны из паковут вега 10 и дамаск сталь очень удобный хороший нож весит порядка наверно 120 грамм давайте возьму весы посмотрим сколько он весит он 155 грамм что в принципе нормально считается как средний средний вес для такой длины толщина клинка 2 миллиметра здесь немножечко сужается ну что да довольно хороший нож рекомендую для использования на кухня где больше работают для суши для нарезки продуктов тонкими кусочками мясо куры рыбы дичь какой-то и так далее это был первый нож от сам крафт 300 октагон сашими 21 сантиметр и сейчас мы перейдем другому ножу это моя любимая серия у меня также есть один нож из этой серии это сам крафт блак уникальные ножи шикарный шикарный у них вид обделка ну и вообще огонь огонь одна из самых продаваемых серий в норвегии очень популярна и так это сам нож здесь у нас сам крафт блак чеф 21 сантиметр нож сделан также из дамаска и сердечник у него в г-10 здесь у нас на одной стране имеется канджи видно вам не видно здесь написано и с другой стороны наклеена наклеечка лазером выгравлено сам крафт сделано в японии стали в г-10 и дамаск ну и опять же лога скорее всего со временем эта надпись сотрется но не эти надписи которые уже биты в самом ножа так нож нож универсальный имеет отличную обделку никаких царапин ничего не заусенцев ничего нету ручка сделана из коричневого из цвета из орехового цвета и сделаны из пока вот с ореховым цветом также имеет белое кольцо что довольно быстро и заметно бросается в глаза и сделана ручка в стиле октагон овальная тоже очень удобная ручка в руках не скользит при работе очень хорошо держаться здесь вы как видите быстро не имеет но имеет такие как пластиковые заклепочки которые защищают от попадания туда и ты но что же по ощущениям около наверно 150 грамм 155 грамм то же самое что и нагиба толщина в обухе у него 2 миллиметра здесь тоже чуть поменьше полтора 1 и 3 нож этот универсальный предназначен для работы мяса птицы овощей какие-то корни корнеплодов фута принципе для всего для всего обделка как я уже сказал очень хорошая ручка смотрится очень дорого и красиво да и сам дамаск рисунок уникальный очень интересный каждый нож не повторяется рисунок везде разный давайте также сделать небольшой тест наш любимый журнал попробуем прорезать попробуем возьмёт не возьмёт возьмёт и так как вы видите нож острый рекламы довольно легко одно удовольствие одно удовольствие нож сделан в традициональном японском стиле 155 грамм что делает его довольно удобным при работе при длительной работе с овощами скажем у вас длительный рабочий день на работе на кухне там 8-часовой shift и вам нужно нарезать там около 100 может быть 200 килограмм овощей за счет того что нож легкий вам это поможет сберечь силы при нарезке овощей потому что при движении затрачивается очень много сил при длительной работе с овощами они корнеплодами особенно они твердые затрагивается много сил и легкие ножи это оптимальный вариант для того чтобы ваши кисти руки не сильно вставали по сравнению с немецкими ножами немецкие ножи они гораздо тяжелее на порядок тяжелее грамм может быть на 50 на 100 тяжелее и довольно сложно бывает с ними работать при больших количествах продуктов когда нужно нарезать руки просто встают и ты уже не хочешь брать этот нож и немецкий нож в руки а вот японские да они более легкие кисти не так быстро устают что делает их фаворитом скажем в этой сфере и тогда это был сам крафт благ шеф 210 миллиметров шикарный нож и рекомендую всем поварам отличный выбор берите не пожалеете нож правда стоит своих денег стоит он около 200 евро ну качество говорит за себя идет он в таком бумажном чехле и вот такой вот черной упаковочки под наименом названии серии благ инструкция и так всем спасибо за обзор пишите свои комментарии задавайте вопросы будем очень рады подписывайтесь и до новых видео спасибо